Субтитры создавал DimaTorzok Начальный рынок? Да. Ты как? Я? Хорошо. Она сейчас достает посудину. Это называется «Дайвань». И переливать она будет на стеклянную колбочку, чтобы она увидела цвет. Первую заварку сливают. Во-первых, они дезинфицируют посуду кипятком. Во-вторых, чай дезинфицируют на всякий случай. Если что-то вдруг, не дай бог, завелось, то первая заварка всегда убивает все, что может. Причем здесь нет никакого теоретического значения именно в гигиенических целях. Они сливают первую заварку. Теперь вторая, она более чистая. Уже другой цвет. С каждой последующей заваркой сначала чай раскрывается, а потом уже сутухает, разумеется. И все, и скоро она развела. Можно пить. О-о-о, си-си-си. Чай. Кисленький? Угу. Компотик. Я люблю очень сильно. Посмотрим, как по вкусу. По вкусу как морс. Да-да. Как и горяченький такой. Причем этот именно каркаде. У нас Данила привозила суданскую розу из Египта. Тоже такой же был вкус. Мы были так рады, что нашли его здесь, потому что до этого нигде больше не находилось. В России покупали несколько раз в году, но он был не такой насыщенный. Здесь прям крутой. Я в России как обе только с пакетиков. Ну вот, не с пакетиков вообще непонятно. Я как обе только пакетики пила. Да. Пять и шесть. Пять и шесть. Пять и шесть. Пять и уаня. Пять и уаня. Тут, кстати, некоторые дети, они тут живут с родителями здесь. Да? Да, они тут прям живут, прям уроки видно, что делают. Но, видимо, родители здесь держат точку. Вот, они тут целый день проводят. Тут у них, я видела, как они тут играют. Тут, видимо, какая-то компашка детей, они все друг с другом играют. Привет. Привет. Мы хочу пить чай. Чай не улетел ? Мы не можем пить чай. Мы не можем пить чай. Мы не можем пить чай. Ничего нет? В зеленый чай. Можешь пить чай. Хочешь пить? Пить чай. Можешь пить чай. Всё, пошло. Пять и нахлап. В Китае всего 7 видов чая. Белый, желтый, зеленый, черный, красный Причем черный и красный это разные Тот чай, который мы в России называем черный В Китае он называется красный И у них еще есть черный отдельный чай Но я его еще ни разу не пробовала Сегодня попробуем найти, не знаю получится или нет Я выписала его название Еще есть пуэры и улуны Улуны бывают белые, бывают светлые и темные Улуны тоже бывают светлые и темные То есть в Китае очень много чая Сейчас мы первые будем пробовать один из улунов Жэньшэнь улун Как? Очень вкусно, это мой любимый чай Жэньшэнь улун Тебе как? Похоже на венчика, который в бане используешь Запах такой, не знаю Не, ну, интересно Сейчас через три чашечки спросим Давайте я тоже попробую Честно, непонятно Как будто какая-то трава заваренная Здесь у нее в отделе У моей знакомой стоит холодильник Вот все улуны, зеленые, чай белый, чай желтый Чай в Китае А их надо хранить в холодильнике Потому что так сохраняется свежесть листа Если вам дают чай без холодильника Это значит плохо очень То есть они неправильно его хранят То есть вкусовые качества меняются А должны они храниться именно в упаковке Или хранятся именно в бюджет? В мешках у них хранится чай Ну или в мешках, в которых привезли А потом они уже по маленьким его пасуют Вот Или вон еще пуэра Но пуэра, которые блины Они хранятся уже без холодильника Сейчас будем пить еще один улун Тигуани Он один из самых популярных в России И может быть, когда вы слышите про китайский чай Вы можете вспоминать Тигуани Пуэр И Дахонпао Вот три чая, которые в основном известны в России Пуэры бывают темные и светлые Она меня спросила Мы будем пить темные или светлые Я сказала, что темные Потому что светлые, они тоже на траву похожи А темные, другой немножко вкус Такая довольная, довольная мордашка Довольная? Довольная? Это было довольная? Так становятся наркоманами Траву буду возить через границы В больших объемах? Ну, придется, видимо, в больших с такой любовью Сяо Чун Что это? Красный чай Красный чай Красный чай русскими наиболее любим в Китае Кто сюда приезжает Если даже пробовать красный чай Он очень похож на наш Просто с разными привкусами как будто Но то, что они называют красным чаем Для нас в России это черный чай Он похож на индийский чай, на цилонский чай Вот такие же листочки у них Где? Где? Фунцзянский красный чай сяо джун Фунцзянский красный чай сяо джун Он похож на черный Ой, его надо нюхать Нюхать Я не знаю, почему доскачаю по друзьинскому чаю Знаю? Ммм Ммм Это запах Ммм Я хочу сказать, что у тебя дома коллекция чая У меня вся морозилка в чаях У меня мясо хранится, а у меня чай То есть я вот этот должна в холодильнике лежать? Да, лучше в холодильнике Вот этот нет Фуэр нет Тот, который у тебя листочки тоже не обязательно Красный Что-то аварный помню У меня вот эта китаянка нравится внешне Да Я вот прям Я вот прям Я за секунду до тебя подумала Такая красивая китаянка Ну, сколько едет? Давайте сделаем ставки Сколько едет? Ну, мне, я думаю, 4-5 У меня 2 ребёнка Одному 12, одному 7 У меня, 5-5 У меня, не только, ну, больше 30 точно Как запах? Да Как по вкусу? Я тут оставила Запах просто огонь А вкус Ян Вот его я как-то купила себе целый килограмм чая, психанула, купила себе килограмм, пила его где-то месяца два, после этого я его очень редко пью, потому что я в тот раз его перебрала. Чайная похмелье? Да, долгая, продолжительная. А напрашивай меня, я попробую, просто чтобы лицо было видно. По запаху как-нибудь чай с медом или что-то в этом роде? Да, ты пей весь сразу, ну как меру возможностей. Чай, просто чай, но с молоком я бы пить не стал бы. Я делала из него масалу чай, было очень вкусно. Да, запах очень классный вообще. И меду не нужно. И меду не нужно, он уже это. Он тебя сам не наводит что ли? Нет, просто там есть минимальная дистанция, с которой фиксируется. Фиксируется. А с már Gurой, сыщик. Сgra, сыщик. Слушай, сыщик. Слушай... Учение? Учение? Учение с ухома, вроде с ухома. В ухома много. См powinен. Учение с ухома. ГОВОРИТ НА НЕМЕЦКОСИАМ ПОДРОГА Она сказала, что мы уже пили и я не понравилась. А,シе, окей. Я не рассказала историю, как я узнала, что я ее подруга. я прихожу брать чай и запуталась в чаях в рядах решила зайду вот сюда зашла она на меня так внимательно смотрит очень внимательно типа я думаю что смотрит ну мало ли европейку первого раз увидела так захожу выбрала там чаем и начали пить вот она такая на меня опять внимательно смотрит говорит а ты русская и куритада русская у меня вот тоже есть подруга русской на тебя очень сильно похоже я говорю да ну ладно все равно все русские для них похоже пьем чай дальше пьем 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 вот она такая спрашивает я решила ее спросить как зовут подругу думаю мало ли но русских в китае не так уж и как бы много и кто пьет чай и я как бы можно знаю человека вот спрашиваю как зовут она называет мое имя ну офигеть дай вичат посмотреть смотрю вичат оказывается что ты я оказывается я подруга а вот но потом я уже вспомнил и и что там их находили пили вот это мне все время чай по печату заказываю нам не присылать чая мешалку Нужно макарическое. О, смотри, она тебе вынула. Машина сделала, видишь, она их прессанула. Это туда закидываешь чай, а потом она по пакетикам тебе купит по сколько нужно. Говоришь, там ей сыпь по 50 грамм, сыпь по 100 грамм. И она тебе насыпает по сколько грамм. Вот она, видишь, насыпала себе. Кстати, это еще не конец, потому что ровно через 5 дней на этом же канале выйдет продолжение данного видео, где мы с Лерой поговорим о стоимости чая, мы поговорим о бешеной наценке, потому что мы посчитали, насколько разнятся цены здесь и в Китае. И, если честно, мы немножечко в шоке от того, насколько огромная наценка на данную продукцию. Естественно, это хоть и относительно типа элитный продукт, но все равно, блин, с такой наценкой реально его выгодно водить. Что еще? Кроме того, мы попробуем еще несколько чаев, которые мы не пробовали в данном видео. Ну и поговорим немножко про посуду для чаепития. Это также, я думаю, интересно. Кроме того, в описании я поставлю ссылку на канал Леры и Дани, потому что они также интересно рассказывают как и о Китае, так и о путешествиях. И информация на них зачастую бывает довольно-таки полезная. Да и побольше каналов о Китае нужно. В общем, всем спасибо и пока. Да, кстати, это видео я специально разделил на две части, потому что я хочу провести небольшой эксперимент, посмотреть, какой результат из этого будет. Да, кстати, если видео понравилось, подписывайтесь. Да. Ну, что-то я вообще запутался в разговорах, слишком много кофе выпил. В общем, всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok